Это все требует разъяснения, но народ этого ничего не знает. Разъяснение должно быть в Евангелии. Милости Божией просто нет конца, сколько Он нас терпит. Мы можем все поклониться, а Володя нас видит. Мы здесь сейчас поклонимся, Володя нас видит. И опять просто руки поможем. Господь все с нами. Давайте, кто нас поможет? Божьим милости будем не грешен. Создав ими, Господи, помилуй меня. Вячеславец и грешил, Господи, проси меня не грешен. Мы перед святым храмом Твоим, Господи, защити страну Российскую. Патриарха, епископов и священников. И всех побуди любить Тебя. Положить все силы, чтобы прославить имя Твое Святое. Объединяешь только Ты, наш Христос, кровью Твоей, причистой и пролитой на Голгофском Христе. Ты благословил наш вход в этот великий город. Благослови и выход. И как Давид некогда говорил, мы произнесем вместе с ним Поклоняюсь святому храму Твоему. Аллилуйя. Аминь. 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 … Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот тут и можешь включать теперь Отец Небесный, мы просим Услыши молитвы Об этой стране Об этом храме и о патриархе Сохрани их от поругания От бесчестия Да познает народ тебя истинного Бога И Спасителя Иисуса Христа И жертву долговскую допримут Помилуй эту страну Продли дни ее еще, Господи Да бы многие могли познать тебя Да не погибнет она, как саду Могоморра Тебе Божья слава Тебе хвала Тебе счастье и поклонение Отец Небесный, Твой Дух Аминь Послал Божий Пошел Оттуда может из главного Оттуда зайти? Давайте Вы прокомментировать хотели? Я хотел прокомментировать, чтобы про эти картины немного Как бы это все как делалось Это в 1812 году построили храм Вся Россия собирала средства Но кто думал тогда, что его уничтожат? Еще меньше думали о том, что его восстановят Здесь был бассейн На этом месте сделали Думали, бесследно навсегда исчезло Но вот все меняется по-другому Опять открыли И что будет дальше, никто не знает Может быть в нем будут венчать Антихриста Потому что есть такие намеки на то, что В этом будет участвовать и Патриарх Да сохранит Господь и Патриарха И епископов, священников Чтобы они благовествовали Чтобы эти кирпичи, здания Не были надеждой народа А надеждой был сам Христос Конечно, величественно, дивно Много Но как это Бог примет? Видите, какое поругание допущено Я считаю, что единственное было бы правильно Это закрыть храм на замок Вместе с Анатри И весь народ бы вот здесь молился Священники каждый день И с утра до ночи, круглосуточно И сердце народа обратилось бы К страданиям священников К поруганию, к тому, какое было А этих, которые делали Ну что, только о них молиться Зачем их сажать? Они ничего не понимают За них сейчас восстают все больше и больше людей Вот, ну это бы ребенок Она о ребенке нисколько не думала Он ей, может быть, и не нужен Я смотрю все это в передачах И говорю, что самое важное здесь было Поступить так, как Господь научил Апостол Павел, когда появился И закрыли храм Ибо видели, что с ним был Трофим Язычник И осквернили храм И храм был закрыт Потому что показано, что нужно было делать Ни в коем случае их не надо было наказывать Они уже наказаны Что у них нет совести, нет веры Это несчастные люди Но нас никто не слушает Вот Мы кому тут нужны? Благословен Господь, который даровал Великую святыню русскому народу Ее надо сохранить Сохранить в том плане, чтобы духовно люди знали Что есть Господь, храм Христа Спасителя Лучше не назовешь даже Но является ли он таковым сегодня для народа Как храм, объединяющий все светлое, чистое Или просто люди пришли, поглазели, сфотографировались и ушли За всех ответить нельзя Ну вот рядом тут сколько уже находимся И видим здесь как Содом и Гоморра Тут такой идет люди Что говорят и как едут И ужасно просто Выход только один сегодня Ну вот мы пришли, мы помолились снаружи Но это мог сделать патриарх Закрыть все воздействия на площади Вот это все бы запружено было И молились, стояли И больше ничего не надо Храм закрыт, и почему? Он осквернен Три месяца промолились здесь и открылись Я уверен просто Сердце народа обратилось бы сюда А народ пришел, сфотографировались Взяли автограф Что из этого? Да, красиво Да, мощно Монументально Тут вся страна участвует Но мы говорим о душе Ко Христу люди здесь прийти должны А не просто прийти постоять Я считал правила какие есть Правила все должны быть на Евангелии Я отвечаю на вопрос Будь патриархом, отвечал бы Все силы бросить на издание новых заветов Объединяющие силы ищут Нас ничто в стране не может объединить Кроме Христа И вот под этим храмом Начало могло быть положено Очень даже простое Ежедневное моление Здесь вместе со всеми патриарх вышел И молились бы Бог дал бы слезы Больше чем в этом канале И я всегда знаю, что сердце народа Обращается к страданиям А этих, которые безумствовали здесь Их трогать никак нельзя За них с каждым днем больше и больше людей Там Александр Невзоров такой умница А он сейчас просто как будто веру потерял Там издевается над Божьей Матерью и все Видите, уже видно, что плоды высеваются не те, которые ожидали Ну ладно Теперь говорят, а если бы они в мечети, а у евреев Их бы зарезали сразу Нам это надо? Кого резать-то, когда они уже зарезаны Собственной, сожженной совестью написаны? Нас никто, конечно, тут слушать не будет Но мы высказали свою мысль, она выставлена в интернете Никого не надо преследовать Надо только учиться плакать, молиться и простирать руки к святому храму твоему Давид говорит, приду и поклонюсь святому храму твоему Этого сектанты не понимают У нас это у православных все это открыто И мы не боимся, что я стою, поклоняюсь Я поклонюсь до земли, перед храмом Христа Спасителя Чтобы дал это время, чтобы мы могли из такой дали приехать, засвидетельствовать Но чтобы здесь Христос славился Чтобы никакие залы, что сдают, тут пишут, этого не было Это ничего не даст, деньги все не соберешь Самая ценность наша неповрежденная совесть и Христос Вот что нужно Мы сегодня уезжаем Сейчас главная задача нам Побыть в главных библиотеках Отдать дары, с которыми мы приехали Книги Мы это все жертвуем Как у нас лозунг написано Россия должна встать в детском лагере А детишки кричат Россия, это мы И детям надо показать Выход в любви больше нет У нас нет врагов, ни евреев, ни мусульман Враг всегда Это я Встань в зеркало, посмотри Враг это сатана И этот мир блуждающий, не знающий Бога Вот вчера бы мы пришли Чем мы тут были? А мы вчера где были? Какие богослужения? Где Бог позволил участвовать? По милости Божией Бог позволил нам приехать Если благословить, то вернемся и назад Пошли дальше Обойдем, помолимся с той стороны Этот храм принадлежит Христу Его название такое Храм Христов Спасибо тебе Боже, с вами Господи Боже, с вами Господи Боже, с вами Господи Боже, с вами Господи Прости мне грешу и помилу Как некогда старый пророк говорил Простирая руки мои к святому храму Твоему И поклоняясь перед ним Сохрани эту святыню, Господи И даруй покаяние народу российскому Защити место себе, патриарху, президента И всех Любящих Тебя Обращающихся к Тебе И нас помилуй И помоги нам возвратиться в жилища Свои На Тебя мы надеемся, Господи Пробуди народ российский И объедини его Вокруг себя Только Ты это можешь сделать, Боже Тебе мы поклоняемся Да будешь Ты всегда здесь присутствовать И услышишь молитву народа Твоего И всех приходящих сюда Хвала Тебя за все Отец, Сын, и Святой Дух Аминь Слава Иисусу Христу Аллилуйя Попробуем там пройти Почему там нельзя пройти Так повесили, ты поедешь под кирпич Как ты говоришь Написали, прохода нет на этой стороне Именно, почему именно на этой стороне Мы не можем найти, почему ответ Если написано, выйдет, то здесь и ты Мы охранникам попросим пройти туда С четвертой стороной, нам нужно помолиться Особая группа, вот, страты порядка Добрый день Добрый день Мы не сторонового сождаем Мы надо помолиться Мы трех стороной помолились Семьи, а безопасность от страны И потеряем, вот, такое На четвертой стороной нужно Нужно в интернете помолиться Отпишите, пожалуйста Мы уже со всех, кто мы прошли, засняли Это будет личный интернет Это наша страна Наш президент За всех молимся Ну, нас очень широко знают Я автор, представитель, восьми книг Владкин, Геннадий Тихонов Визиточку дайте Нам только зайти, ничего больше не надо С той стороны поклониться Что Бог сохранил И продлил еще мир в нашей стране Все наши данные Это моя аэронографка Это мои занятия, это на университетах В Америке выступал новый И такое вот полугание Это мы все видели, считали Мы видим выход в этом Единение в молитве На практике просто мы это имеем Я много сотрудничаю с органами С милицией Везде выступаю Нам буквально нужно Ну, не больше трех минут Зайти с той стороны поклониться Это все застынет Нужно на воду уже до счастья у вас Да, нам только зайти Чтобы мы с трех сторон помолились С одной стороны зайти И, ну, всего три минуты Мы помолимся просто трем руки Поклонимся до земли Что Бог патриархов, президентов Всех сохранил Ну, мы тут никакого подвоха нету Мы искренне Поедете, что за вас там встречу С той стороны, может, благодарю Надо выходить Ну, пока мы дошли, мы три минуты Больше нам не надо Мы сегодня выбрали грех Мы решаем Заезд будет, священник Вы как хотите, вы же паперки будете? Нет, паперки нет Вот здесь, мы вообще солнце мешало Ну, ладно, мы поднялись Ведь гостям не надо Бегу-бегу Бегу-бегу Шагат Хаккotte Господи Божий наш, мы просим Тебя, Владыка, прийми нашу молитву. И услыши всех, кто молится о нас, и соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся на небе и на земле, и защити место сие, и патриарха, и епископа, священников, паспы, президента и руководства этой страны, дабы люди знали Тебя, дабы служили Тебе. Ты Бог, и сей храм посвящен имени Твоему Святому. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение за все Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. А потом дома еще расшифровку дать. Многое поискать в интернете. Даже внешний вид людей какой был. Это видно. Это ясно, что молодой, это, видимо, ученик Иоанн Богослов. Может быть, я не знаю, но посмотреть надо потом будет. Да, похоже. Никто не думал, что будет война с этим. И вот опять восстановил Бог эту красоту, это чудо Божье. Позвольно нам снова увидеть. Благодарим Вас. Спаси Христос. Все хорошее. И войдет и выйдет и пажет, и говорит, что Господь все с нами. Ну, дай Бог, чтобы всегда он был с нами. А вот это вот написано. В 1712 году было в Отечественной войне. А тысяча это первая тысяча восемьсот двенадцатый. Ну, так получается, восемнадцатый год, когда в начале строя сбор средств. Где вы видите? Вот это цифра, которая на руках держится. Да, да, да. Крестик вот так вот боком, это означает тысяча. А тысяча. О, О, это означает восемьсот. А это один и восемь. Ну, восемнадцать, все. Это сходится. Десятка и восемь. Это в двенадцатом году закончили, шесть лет, и началось строительство. А вот этого грядущего ко мне не изгоню вон. Грядущего ко мне не изгоню вон. Вот Евангелие от Иоанна, шестая глава, тридцать седьмой стих. Тоже все понятно, Евангелие от Иоанна. Эти надписи мне надо снять. Не их. Не уберем. Православный форум Игнатия Латкина. Уже на форуме будет. Мы молимся о стране, о президенте, чтобы Бог проделал этот мир. Ну, видите, что тут вытворят начали. На душе теплее стало от того, кто въел. Мы дождались. Прошел по патриаршему мосту, не больно стало. На патриаршем мосту не мост грязный, а корки все валяются. Это душа наша еще не отчистилась. Душа-то такая грязная ведь, а? Мы вот сейчас читаем все. Места Писания, Псалом, Евангелие от Иоанна. Приходящего ко мне не изгоню Богу. Не изгоню. А здесь получается так, что люди приходят в храм, чтобы святыню изгнать. Тут надо шире смотреть на это. Но Бог попустил. Через это что-то Бог хочет сказать. И сейчас все спрашивают. А вот мне часто задают. Я в разных университетах вел занятия. А что бы вы сделали? Будьте патриархом. Я бы закрыл храм сейчас на три месяца. И всем молиться снаружи. Храм осквернен. Никого не трогать, тем более этих несчастных людей. А за них сейчас встает там сколько. Начинается буквально размежевание, разделение. Надо молиться здесь. И народ сердцами обращается к страдающим. День и ночь под дождем молиться и плакать. Больше ничего не надо. Вот это единственный выход. Почему? Начинать с себя всегда. Самая конструктивная программа. Покаяние. Такие же мысли я слышал в прошлом году. Ну, в Афоне там был. Там на Сре. Громче надо было. А. Такие же мысли я слышал. Я на фоне был. Я слышал. Вот. Тоже вот такие же мысли. Вот. Мы, говорит. Молиться. Ну, слава Богу. Есть еще такие люди, которые молятся за них. Это не мы, говорит, молятся монахи. Монахи. Все болятся. Не только монахи. Молятся низнилимые нам люди. Больные. Мы вчера были в больнице весь день. И там храм. И там настоятель вот этого храма. Вот он на той стороне. Где он? На Берсеневке. На Берсеневке. Вон там подальше не видно. Вот. Вы так все устрояете. Так мы пошли. С Богом. Спасибо. Что есть такие люди у нас. Когда будет жить. Так храме. Которые дали. Возьмите. Это самый крупный в мировой сети сайт. Там 50 книг мной насчитаны. 12 томов Златоуста. 12 жития. Библия. Архипелаг. Булаг. Есть у меня. Ну, все есть. Но я просто еще в интернете катался. Вы другому дайте. Вместе с ними сядьте посмотрите. У детей. Все есть. Чудо просто. И в Mail.ru. Такое называется Мой мир. Мои фамилия. Зарядите. Там Игнатий Лапкин. И там у нас тысячи фотографий. Там больше 500 роликов о нас сняты. Игнатий Лапкин. Просто одно слово. Два слова загуглите. Говорится. В поисковой системе. Игнатий. 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 А вы кто по нас это будете? Я сам Чуваш. Как говорите? Чуваш. А, Чуваш. А мы, кажется, проезжали. Да. Мы поедем сейчас через Чубаксары. Мы по нижней стороне прошли. Игнатий Лапкин. Сейчас по верху пойдем. Через этот царь. Вот Чубаксарх. Там у свой монастырь есть. Ага. Ректор Итен. Православный Духовный Училищ. Вот ему спишите. Вот это скажите. Который дали вам сайт. Ага. Чтобы он зашел. Скажите, нигде больше этого нету. Аудио. То есть голосом насчитаны самые главные книги православные. Вот ректор Духовно-Православного Училища в Чубаксарх. Если там случайно вы будете, он меня знает. Ага. Так мы пошли? Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. И это что? Видите, они там хорошие условия? В местах и писанках. Вместе с вами мы с вами. Вместе с вами. Вместе с вами. Вместе с вами. Вместе с вами. Это салон. Я так и вижу с вами. Вместе с вами. Вместе с вами. Первый Эль. Это 50. 50 и 3 десятка. Это 83. Это 83. 2. Это селение. То есть. Можно нам отрешли. А там и раз где-то залазит. Кто-то из-за у него там. Не вот. А для Якова. Так написано? Да. У нас ведь там 4,8, нет? Яков 4,8. Да, да. 4,8. Ну вот, с Яковом включаем, нам понравилось. Что местами писания уже окружен весь каранган. Еще а пару-хин, что трогали. Все равно люди, они и на русском-то не посчитают. Так уходим. Три поклона и уходим. Боже, милостью, будь мне грешен. Создам имя Господи, помилуй меня. Ты сейчас раз грешен, Господи, прости, не грешен, не помилуй. Еще раз просперем руки, сохрани место сие Господи. И защити страну Российскую от нашествий иноплеменных, от творящих пакостей, и их в разумие обрати, Господи. Мы просим Тебя, продлейщего этот мир вожделенный, да многие познают Тебя и придут в единство веры по слову Твоему, подвязаясь и не нарушат за веру евангельскую. Слава Тебе за святую и православную веру. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Христу. Уходим. Священники должны приехать, да? Нет, почему? Это работают. Работают. Работают в числе, да? Да. Машина стоила. Да, безусловно все было. Да, безусловно все было. Работают. Работают в числе. Работают в числе, на поливало. Работают в числе, на поливало. Не высунул, я только смотрю оттуда здание, макушки этих домов.